С вами Рин. Мы снова в Скайборне. Мы наконец-то добрались до промышленного района. Я тут заблудилась немножко. Не могла его сначала найти. Потом до меня дошло, что надо было вообще-то к лифту подойти. К телепорту точнее. Вот. Ну и теперь мы, собственно, можем наконец выйти уже отсюда. Из этих всех зданий. А то они меня утомили. Вот стоит наш старичок, который дожидается, когда мы принесем ему растения. Давайте же мы его порадуем наконец. Ты сделала это! Дай мне, дай мне, дай мне! Да держи уже. Мне не жалко. Вот совсем не жалко. Вот, как и обещал. Экспериментальное лекарство. Спасибо, только экспериментальное. Я сделал достаточно эликсира, чтобы испытать его на себе. Поехали! Он прямо сейчас собирается это делать? А-а-а! Лол! Он уменьшился! Он же хотел стать большим, ребята! Он стал маленьким! Вот это облом! Блин! Мне кажется, он меня убьет сейчас. Что случилось? Чёрт побери! Видимо, нужно что-то ещё. Не беспокойтесь. Мой новый размер поможет мне добывать ингредиенты, оставаясь незамеченным. Ихо! Ну, хоть не злится. Мне интересно, как подействует зелье. Ох, ладно. Квест миниатюрный химик завершён. Вот так вот, ребята. Атлас у нас стал лилипутиком. Не беспокойтесь, я скоро всё исправлю. И получается, если мы выпьем этого же самого экспериментального лекарства, мы тоже уменьшимся, да? Так, слушайте. Может нам зайти вот сюда и посмотреть что-нибудь наше оружие? Или доспехов? Хотя, в принципе, что смотреть? Что, у нас доспехов, что ли, нет? Но у нас много денег. Так-то. И мы могли бы, знаете, на что-нибудь раскошелиться. Ну, вот платиновая кольчуга. Она есть у Клариты и у Альды. Я не знаю, нужна ли она Салливану, Корвину и тем более Сашке. Вязаные перчатки. Я даже не знаю, честно говоря, кому они нужны. Вязаная шляпа. Она, наверное, не так уж и много даёт. Платиновый коев. Ой, он, кстати, есть у Альды. Мы можем его взять, наверное, для Кларетты. Платиновый шлем еще есть. Может, нам реально взять платиновый шлем? Не знаю. Одну штучку пока. Посмотрим, кому он придется по душе. Платиновые перчатки есть у Альды. Платиновые рукавицы есть еще. Давайте возьмем еще и их, на всякий случай. Платиновый магнум нам доступен. Нам доступен теперь огнемет. Класс. Он пойдет к Лоретте. Платиновый клинок для Салливана. Взрывчи третий для Корвина. Ну, такой меч есть у Альды, конечно. Мы там даже другой какой-то взяли. Адский двулезвийный. Да, надо будет ей поставить. И стилет. А, ну что лучше-то? Я не знаю. Магнум. Как-то и стальной магнум мне не очень по душе пришелся. Я пока, в принципе, довольна ее автоматом. Но мы можем попробовать и огнемет. Давайте возьмем огнемет. Раз уж у нас есть деньги. Тогда возьмем платиновый клинок с Салливаном. И возьмем взрывчи для Корвина. Хотя, в принципе, я уже там улучшений понаставляла. Ладно. Может быть, они еще пока посражаются со своим оружием, которое у них сейчас стоит. А потом я им поменяю. Потому что, в принципе, у них и сейчас все неплохо. Атлас там так и стоит, короче. Маленький, маленький. Совсем маленький. Я еще по пути, кстати, здоровья Эмману восстановила. Поэтому у нас вроде как все в порядке должно быть. А ну-ка, давай зайдем в трактир. Может, нам что-нибудь... Хотя нет. В этом трактире нам ничего интересного не должны сказать. А вот этот чувак кто? Я к нему вообще подходила когда-нибудь? Лестер какой-то. Ты выглядишь усталой. У меня есть кое-что, чтобы взбодриться. Если, конечно, у тебя есть деньги. И что ты предлагаешь? Наркотики или нет? Фу, а как насчет нет? Мне больше достанется. Хе-хе-хе. Что-то не очень хорошее он нам хотел предложить. Ну и ладно. Фиг с ним. Давайте просто отправляться домой. Джейк нас уже заждался там. Да и Клоретти наверняка не терпится его увидеть. И вообще отдохнуть как следует от всех этих скитаний и боев. Вот и Сухой Док и Мастерские Спенсера. Мы снова здесь. Дом, милый дом. Так. Джейк, где ты? Где нам тебя искать? Что это, кстати, такое? Он у нас не на корабле, случайно? Ах, корабль. Когда мы еще на нем полетаем? Так, похоже, мы правильно пришли. Итак, Клоретта, теперь у нас есть все, что нужно. Ага. Тебе нужна какая-нибудь помощь? Нет? Просто не мешай. Сходи погуляй. Я закончу Прометей как раз к твоему приходу. Прекрасно. Увидимся позже. Я уверен, что у тебя все прекрасно получится. Ну, ладно. Отправили мы его на прогулку, допустим. Теперь нам... Может, нам наконец-то наверх дадут пойти? Нет? Или нам вот сюда? Ой, здесь у нас Коги. Привет, Коги. Я тысячу раз прокручивала это в моей голове. Почему теперь, когда наконец собраны все нужные детали, почему так сложно начать? Наверное, вспомнила о родителях. Даже из обломков можно сделать что-то чудесное. Да, вспомнила про фразу мамы. Вещь никогда нельзя сломать так, чтобы она стала полностью бесполезной. Мама. Папа. Что-то игра или немножко тупит, или подтормаживает. Это все ради вас. Благородная Кларетта. Ну что, начинаем, наконец. Кларетта-механик снова в деле. Приятно, наверное, после долгого перерыва снова заняться любимым делом. Трудится, трудится, делает. Что, неужели уже готово? Вот он. Вот он какой Прометей. Красавец. Надеюсь, папа, ты говорил правду про эту машину. Да что ж такое? Почему так все тормозит? Минут 10 ждешь, пока ее реплика с экрана уберется. Ну, посмотрим, каков он окажется в деле. Теперь что? Это технологический прорыв. Правда, мы пока еще не можем пустить его в дело. Точно так же, как и Неборожденные не смогут от него защититься. В принципе, можно еще модернизировать вооружение. Хотя, судя по всему, здесь уже больше ничего делать не надо, да? Давай-ка в список квестов заглянем. Что у нас там? А, ну пока что все квесты у нас выполнены. Посмотрите. Хорошо. Допустим. Тут занавесочка приподнялась. Ну, сюда нам, в принципе, не обязательно заходить. А, кстати, мы можем наверх? Нет, не можем. Да что ж такое-то. Ладно, значит, нам просто надо выйти из корабля. Где же наш Джейк? А, вот тут, кстати, все и собрались. Что-то я забыла, как звать этого. А, Воск его, кажется, зовут, старичка. Салевана его сестра. Ну, хорошо. Привет. Давайте поднимемся наверх и спланируем наш следующий шаг. Что ж, давайте. Будем все это дело обсуждать. А где Джейк? Серьезно, куда он делся? Я его еще ни разу не видела. Огонь с небес! На помощь! В смысле, огонь с небес? А, это он увидел Альду? Он увидел Альду и испугался. Подумал, что она его сейчас убьет. А Альда такая. Привет. Полегче, старина. В нашей команде пополнение. Ну, если ты так говоришь. Но ты еще вспомнишь слова старого Воска, когда она нас всех убивает. Да нет. Почему-то я в ней уверена. В Альде. На 100%. Ну, не на 100, конечно. Может, на 90... На 98 где-нибудь. Не должна, по крайней мере. В любом случае, Воск, у тебя есть для нас какая-нибудь информация? Да, как мы и опасались. Неборожденные перевезли наших друзей на верхний уровень города. То есть, они не в тюрьме теперь, да? Один из наших агентов видел, как их загнали в портал в жилом районе. Дальше мы не смогли проследить. Людей туда не пускают. Салли крутится, крутится. Поправка. Туда пускают очень немногих людей. Ну, то есть, людей с таким положением, как у тебя, да? Я, наверное, уже говорил, что моя семья владеет контрольным пакетом акций Blakestone Industries. В этой огромной компании есть подразделение, которое работает напрямую с правительством Неборожденных. Мой отец регулярно посещает Небесный район по делам компании. Я знаю, что на заводе есть специальные пропуски для того, чтобы без задержек доставлять продукцию наверх. С таким пропуском мы получим доступ к порталу в жилом районе, прямо в брюхо зверя. Но... но машина Прометей! Вряд ли охранники пропустят ее через портал. Ты права. Но как только мы окажемся в Небесном районе, то легко обеспечим возможность причалить воздушному кораблю. Воск пригонит корабль, и мы получим все, что нужно. Альда, наверху придется пробиваться с боем. Ты сможешь сражаться против своих соотечественников? Они ее ведь предательницы сочтут. Потому что ей придется против своих сражаться. Ох... Я так думаю, для нее это будет тяжело. Если понадобится, я это сделаю. Я думаю, грядущие события будут иметь большое значение для всех нас. Все это выглядит настолько безумным, что вполне может сработать. Салли, где находится этот склад? Центральный офис Блейкстоун Индастрис в промышленном районе. Пропуск гораздо сложнее получить, чем о нем рассказать. Роботы-охранники службы безопасности Блейкстоун – страшная сила. Окей. Значит, куда мы с вами сейчас направляемся? Синий Сойленд. А что такое Сойленд? Отправляйся в офис Блейкстоун Индастрис в промышленном районе и добыть специальный торговый пропуск. Ну, я помню, где находится этот офис. То есть мы ведь туда заходили перед тем, как попасть в небесный лифт. Когда я здесь осматривался, то нашел этот дудат. Я думаю, что вы, леди и джентльмены, сможете найти ему применение. Оширяющие горизонты яблока. То есть это яблоко нам еще на тот случай, если мы захотим увеличить наш уровень. Слушайте, а давайте попробуем. Хотя, в принципе, сейчас меня все это дело и так устраивает. Ну, кстати, у нас есть луковица ловкости. У нас, блин, у нас есть имбирное пиво, деревишесть. Мы это нифига не едим, не пьем, нифига ничего не делаем. Магический гриб. Так, подожди, а где это яблоко-то? Где-то внизу? Вот, вот оно. Что рискнем? Ну. Вы можете сменить класс. Снова. Выберите один из двух вариантов для каждого персонажа. Клоретта говорит, что... Думает, что готова к использованию самых разрушительных технологий. Как снайпер я буду атаковать одиночные цели. Как техномаг я при помощи электромагнитного импульса уничтожу любые механизмы в команде противника. Я ее кем делала? Я вот теперь не могу вспомнить. Она у меня была подрывником, правильно? Давайте тогда будет логично, если мы ее техномагом сделаем. Так, Салливан. Салливан в качестве гладиатора. Давайте-ка посмотрим. Объясни мне, Салливан, что это все значит. А, генерал у нас защищает любого союзника от одиночной атаки. Также он изучит воодушевление. Так, хорошо. Отвлекает на меня внимание врагов. Став гладиатором, он увеличит силу атаки. А давайте его на гладиатора переделаем. А то он... Получается так, что он всегда всех защищает, а сам толком и не сражается. Кажется, как-то это несправедливо немножечко. Так. Что у нас с Корвином? Он может стать ученым. И может стать инквизитором. Ого! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Давайте-ка почитаем, что нам тут пишут. Углубить свои познания в магии. Также он может изучить обновление Калека. Калека позволит нанести команде противника мощный повреждающий и калечащий удар. А став инквизитором, он сможет увеличить свою жизнеспособность. Давайте сделаем его ученым. Или все-таки лучше инквизитором. Совершенство. Ну, знаете, Корвин и Совершенство, мне кажется, не очень сочетается. Ну, ладно, пусть будет инквизитором. Так, у нас есть еще Сашка. Став боксером, я смогу нашинковать на кубики всех, кто станет у меня на пути. Ты боксер? Ну, я даже не знаю. Но мы ведь ей коготь прокачивали. Могли прокачать коготь, а могли сделать ее воришкой. Ну, давайте здесь уже тогда не будем тоже долго выбирать и сделаем ее боксером. Отлично. Ну, у нас ведь еще и Альда есть. Ее мы тоже сможем прокачать. Давайте посмотрим. Очень мало неборожденных воинов достигают зенита своих умений. Я могу обучиться разрушительной магии оружия, став Хозяйкой Лезвий. Или научиться отражать атаки противников, став Гвардейца. Хозяйка Лезвий мне нравится как звучит. И кажется, Альде это прекрасно подходит. Поэтому мой выбор очевиден. Ну, все. Мы как следует прокачались. Давайте я, наверное, сразу и сохранюсь. На всякий случай. Уже с этими новыми параметрами. И мы, ребята, пойдем в Блейкстоун Индастриис. Вот промышленный район. Блейкстоун Индастриис где-то на востоке должна находиться. Мне кажется, мы не потеряемся. Так, тут у нас какой-то хулиган. Там еще табличка же рядом должна быть. Мне кажется, не должны мы ее профукать. Так, тут мы были. Доставали что-то из сундука. Так. А вот это вот не оно. По-моему, это оно. Тут как раз табличка есть. Давайте на всякий случай ее почитаю. Да, мы пришли по адресу. Тогда заходим. Долго искать не пришлось. Так, в чем дело? Что-то игра подвисла. Вахтер. О, господин Честерфорд, как приятно снова вас видеть. Тогда уж вахтерша. Видно же, что это девушка. Большинство местных работников отбыли по делам, поэтому вдвойне приятно увидеть знакомое лицо. А, и это все, что ты нам скажешь? Ну, как скажешь. Значит, давайте идем дальше. Ммм, тут есть небольшая загвоздка. Если я вдруг потребую пропуск наверх, об этом сразу доложат моему отцу, что приведет к быстрому завершению всех наших планов. Лучше всего получить пропуск по-тихому. Может быть, это получится сделать, если устроить здесь небольшой бедлан. Ты хочешь их отвлечь? Именно. И что мы будем делать? Посмотрим. Я могу перепрограммировать охранных роботов. Ты в курсе, что ваша система безопасности лет на пять отстала от жизни? Начинаю. Подколки. Подколки. Добро пожаловать в систему безопасности Blackstone Industries. Выберите один из пунктов меню. Отвлечь роботов, устроить халут. Ой, слушайте, а я даже и не знаю, какой вариант лучше будет. Отвлечь роботов. Ну, по идее, мы должны просто отвлечь. Мы не должны тут уж прям халут. Давайте выберем наименьший из зол. Сработает? Мистер Честерфорд. Слава богам. Роботы сошли с ума. Сбилась настройка системы безопасности. Без паники. Я немедленно отправляюсь туда и успокою этих роботов. Хорошо. Отвлекли. И теперь можем беспрепятственно проникнуть в это помещение. Окей, окей, окей. Вот, значит, непосредственно и Блейк Стоун и Дарфинс. Ты понимаешь, что сейчас придется воевать с этими роботами? А какие герои из нас получатся? Ну ничего, повоюем. Господи, мы уже столько раз сражались. Чего нам какие-то роботы? Ух ты. Вы только гляньте на это. Там еще и шипы стоят. Которые, по идее, можно отключить. Очередная загадочка. Ну, нам это не впервой. Так, сюда? Вроде бы сюда. Так, что случилось? Все в порядке? Ты можешь двигаться? Что-то опять игра подвисает. Игра, не надо так. Пожалуйста. Да, да, да. Уровни, уровни. Ого, Альда уже на 30. Внушительно. Хорошо. С одним рычагом справились. Значит, сейчас сможем пройти дальше. Это не должно быть так уж сложно. В конце концов, это все-таки не квест. Но иногда и здешние головоломочки заставляют тебя поломать мозг. Или нам не придется все-таки со всеми роботами воевать. Этого мы, например, спокойно оставили позади. Ну и фиг с ним. Хотя, возможно, за борьбу с ними дают много опыта. Может быть, и золото тоже. Но нам уже как бы не принципиально надо. У нас и оружие есть хорошее. Мы уже и прокачанные. Уже с такими умениями, которые нам в начале игры не снились. Кстати, я немножко даже по счету сбилась. Какая-то серия. По-моему, 12-я уже. По-моему, уже 12-я. Так, мы тут правильно идем. Здесь тоже какие-то лабиринты. Ну, посмотрим, что здесь. А, судя по всему, и ничего интересного. А, ну хотя куда-то можно прийти. Роботы! Бешеные роботы! Во, может мы, кстати, и правильно пришли. Так, это оно или нет? Или это просто сумлячок? А, девятка пик. Отлично. Нет, мы не пришли туда, куда нам было надо. Зато взяли девятку. Снова шипы, которые нас не пропускают. Тогда пойдем обратно. А обратно это куда? Хороший вопрос. Снова начинаются блукания и блуждания. Я не помню, где я была, а где не была. По-моему, вон там слева я бы уже была, а здесь еще не была. Сейчас посмотрим. Так, да, это помещение выглядит незнакомо. Мне кажется, мы... Вот сейчас мы там, где надо. Это не то. Это тоже что-то не то. А это мы не в начало, кстати, пришли. Тогда вроде нет. Мы были там вот справа. Все, я поняла. Теперь мы отключаем вот эти шипы. Идем вот сюда. Пульт долгий, но интересный. Двери! Двери, куда вы нас вывели? Туда, куда нужно? Или мы еще не дошли до цены? Наверное, еще не дошли. Так, подожди. Этот рычаг трогать нам сейчас не нужно. Ой, блин! Мы наткнулись на роботов. Слушайте, это роботы. Это ж такие же роботы, какие были... Какой был, в общем, секретный мастерской, клоретто. Я вспомнила. И они ведь весьма серьезные противники. А вдруг мы проиграем? Так, нет. Отставить. У нас все получится. Сопротивление техническим атакам. Вот, огненная стена. Давай применим ее в кое-то веке. Теперь у нас должна быть какая-никакая защита. Салли парирует. Так, ну-ка давай, посмотрим, как ты у нас теперь будешь сражаться. Ну ладно, молодцом. Альда, вперед. Хозяйка лезвий. Во, смотрите, с одного простого удара вынесла. Так, Корвин, что ты у нас теперь умеешь? Совершенство. Кровиотвод, откачка жизни. Давай попробуем откачку жизни нам есть. А почему была написана огненная стена? А, видимо, огненная стена просто периодически будет действовать. А жизнь мы откачали. Так, очередь клореты. Давай вот этого. Они у нас, кстати, как летающие роботы отмечены. А то, что по центру, это робот-охранник. И он самый сильный. Разумеется. Салли. А ну-ка, давай мы шоковую волну попробуем. Вот. Мне кажется, это умение он еще не применял ни разу. Хотя, может, я и ошибаюсь. Но мне кажется, это не разу. Его просто так часто убивали, что я уже не помню. Отлично. Просто отлично. Я в восторге. Вот такие вот у нас ребята теперь. Вот так вот мы теперь умеем драться. Класс. Прям какая-то гордость даже чувствуется за них. Что это ведь все-таки я их прокачала. Я им покупала улучшения. Я их этими яблоками всякими кормила. Вот. Так, здесь должен быть еще один рычаг. Или не должен быть? Должен быть. Потому что там в сундуке что-то очень интересное хранится. Так. Ай, лол, лол. А где же рычаг-то здесь, в конце концов? Что-то я ничего здесь не вижу. В упор. Может нам надо спуститься? А, ну спустились мы и толку, что... Тут ящички есть, которые можно... Ай, пооткрывать! Зараза! А, нет, он отлетел. Чудесное растение. Чудесное растение. Лекарство. Так, а тот ящик мы и отсюда открыть не сможем. Вот. Этот рычаг, значит, должен был отключить все шипы, которые там находятся. Хорошо. Спасибо большое. Пооткрываем сейчас сумбучки. Хе, 60 монет. Ну ладно уж. Это мелочи, но приятно. Так. Свали с дороги, сумасшедший робот. Так, а мы вообще правильно идем? Куда нам сейчас-то? А, ну да. Вот здесь сундук. Грит магический. Ну, мы, правда, все равно их не используем. Так, я вижу еще один сундук. Да-да, хорошо, хорошо. Молодцы. Куда же нам дальше идти теперь? Ну-ка, подожди. Если мы пойдем прямо... Так, я вижу здесь еще один сундук, а вот там гигантский сундук есть. Ой, неужели мы так долго будем здесь блуждать? Ой, здесь робот. Робот, робот, робот. Нет, не сюда, не сюда. Нам не сюда. Наверное, надо будет сейчас вот на этот рычаг нажать. Ага, ну кажется, легче не стало. Поскольку надо вон к той лестнице пройти. А как мы это сделаем, если тут щипы выставляются? Я что-то пока не пойму. Может, нам надо налево? Как раз-таки вот сюда. Ага, вполне возможно. Вот так. Или мы здесь уже были? Помещения такие похожи, что я уже начинаю путаться. Так, мы вышли здесь. Ну и что? А тут шипы. Как нам их тут отключить? Непонятно. А, нет, здесь мы еще не были. Корень жизни. Хорошо. Вот этот, наверное, рычаг сейчас отключит. Шипы. Хорошо. Отключил. Что у нас здесь? Давайте сначала вот сюда сходим. Там же... А, нет, сундук не здесь находится. Сундук вон, вон, слева. А как же туда попасть? Я что-то не заметила. Молодильный дождь. Ладно, ладно, ладно. Wait a minute. Я что-то не поняла. А, или туда надо будет как-то подниматься потом. Ну и ладно, дойдем до сундука. Хорошо, не дойдем. Еще расстраиваться-то сразу. Давайте сначала, значит, в эту дверку. Может, мы правильно пришли? Похоже, мы правильно пришли. Ух ты! Только посмотрите на все эти машины. Они совершенны. Я никогда ничего подобного не видела. Все это, возможно, стало бы твоим, если бы ты приняла мое предложение руки и сердца. Откалывает. Наверное, тебе стоило рассказать мне об этом заранее. Я даже не подозревала об этом. В любом случае, я сомневаюсь, что это поколебало бы твою решимость. Ты был таким напыщенным индиком, что я бы не вышла за тебя, даже за все сокровища мира. Ну-ну. Мне кажется, между вами уже лед тронулся. Я был. Ну, теперь ты... Ага, и покраснела. Вот-вот, о чем я и говорю. Ну, брось, Кларета. Ты же поняла, какой он на самом деле хороший. Мы с тобой обе это поняли. Все, свадьбе быть. Свадьбе стопудово быть. О, смотри. Какая интересная штука. Какая интересная штука. Что ты хочешь нам показать? Так, погоди. Тут роботы. А что нам, собственно, делать? Мы можем только идти вперед, да? И все. Ага, понятно. Нам снова придется сразиться. Ну, на сей раз их хотя бы двое. Они не такие уж и сложные. Ах, Кларета и Салливан. Из вас получится прекрасная пара. Вот прям вангу. И Салливана опять вынесли. Да что ж такое. Я его считала лучшим воином. А он постоянно погибает. Что за бред вообще? Так, кто у нас теперь? Давай вот этого. Корвин. Выбирай любого. Кого хочешь добить. А, он не добил его почему-то. Я думала, сейчас все будет. Сейчас все будет. Ну и да, Сашка его добила. Так, а он вообще как-то собирается атаковать? Похоже, что он растерялся. И просто тупо поддается нашим атакам. Ну и все. Это было очень легко и очень быстро. Но сейчас, наверное, к нам еще и второй прилетит. Не исключаю такой возможности. Так оно и есть. А на сей раз их трое. Так, Сашка, ну-ка давай смотреть, что у тебя есть. По-моему, давно ты не применяла свои способности. Ядовитый коготь. Давай циклон посмотрим. А, циклон ты сейчас не можешь. Хорошо, ядовитый коготь тогда. Ну, разумеется, на это требуется перезарядка. Напал в нашли, вене. Тоже давно не использовали. Вольтер да с беттен пламмен зеем. Эээ, что? Уже нет ни Саливана, ни Клореты? А как так? Я что-то даже не заметила. Когда они успели? Слушайте, это не дело. Мне нужна Клорека. У нее очень хорошее умение сейчас есть. Корвин, Корвин, Корвин. Надо было Корвину, кстати, взрывчие и трехи поставить. Лечит всех союзников. А совершенство это у нас что? Снять отрицательные эффекты, откачка в жизни. Но воскрешать он пока еще не может. Видите ли. Он может только лечить пока. Ну, в принципе, сейчас лечить никого не требуется. Пока что мы еще нормально. Ох, нифига себе. Вальду стреляет. Так, кто атакует? Сашка? Ну, теперь-то у тебя что-нибудь появилось? Подсветка цели, удар по черепу. Ну, я... Я, конечно, не знаю, что тут можно ослеплять. Но давай. Атака. Я как-то даже умения Альды не использую. Ее оружие просто... С лихвой все покрывает. Так, ну мы пока живем. Лечебный круг подействовал? Это Корвин сам? Ааа, это они вылечились. Вот в разе. Ах, вы ж такие сякие нехорошие. Что с вами делать? Удушение может попробовать? Это так прикольно было. Ну, а там же нечему разговаривать. Как по мне, это бессмысленно выглядит. Но забавно. Солнечный удар. О! Давай попробуем. Вот этого сильного нужно из строя вывезти. Ааа, ты сейчас не можешь это сделать? Ну, ладно. Хм, атака. Хорошо. Хотя мало хорошего, честно говоря. Они опять лечатся. Вы посмотрите. Они опять восстанавливают себе здоровье. Твари. Ой, наконец-то солнечный удар подействовал. Я уже думала, этого никогда не будет. Добили, добили, сволочь. Так. Корвин, 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 корвин. Что ты можешь? Откачка жизни? Откачка жизни. Давай. А в смысле? Он не применит, что ли? Ну, хорошо. Допустим. Допустим. Вот Альди бы, кстати, не помешала подправить здоровье. Давайте-ка на всякий случай я ей что-нибудь дам. Лекарство. Отлично. Она готова драться дальше. Хотя сейчас, может, это уже и не потребуется. Ну, с Али и Клоретто, конечно, у нас сладкая парочка. Постоянно погибает. Я уже к этому привыкла. Ну и все. Сейчас ты его просто добьешь. Наконец-то. Наконец-то, блин, мы с ними справились. Утомительно так-то. Но это еще не самое худшее из зол. А наш путь все не кончается и не кончается. Куда же мы в итоге придем? Хорошо. Все, восстановились. О, смотри, что это? Охранный робот какой-то. Тревога. Обнаружен объект снаружи технологической платформы. Ох. Надо как-то его отключить. Причем срочно. Начинаю процедуру аварийной блокировки. Нет. Что со мной происходит? Альда? Ах. Что такое? Я чувствую, что эта вещь полностью блокирует магию. Я почти не могу двигаться. Я думаю, мы справимся и без вас. Ничего страшного. Немного человеческой изобретательности все исправит. Да? Вы хотите сказать, что вы сами справитесь? Когда вас выносят на каждом шагу? Вы только гляньте на эту махину. Коготь Титана. Рука Титана. И тело Титана. Йоперный. Театр. Что же мы будем атаковать первым? А это у нас что? Это коготь считается? Да? Вот эта рука и это тело. Ну давай. Коготь когтем? Я, конечно, не знаю. Имеет ли оно смысл? Ох, божечки. А если мы не справимся? Я вообще, честно говоря, не знаю. Как мы без Альди сейчас будем думать? У меня вся надежда на нее. Потому что у нее самое супер оружие. Ох, Салли. Тебя бы, наверное, вообще подмечить. Так. А мы, получается, можем только с телом и... В смысле, с рукой и с телом бороться? Хм. Он тоже умеет восстанавливать здоровье. Подлюка такая. И он еще кидается ядовитыми иглами с волнцем. Отравление. Но у меня было, конечно, чудесное растение. Если его сейчас убьют, я даже не знаю. Кстати, Сашка, а ты можешь ему дать? Чудесное растение. Дала. Хорошо. Выручила товарища. Что же мы против тебя применим? Давай дождь пульт. По-моему, это мало что дало. Салливан! Нет! Ну что же это за проклятие-то такое? Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох! Ребята, мы не справимся. Циклон. Атака всех противников, вызывающая уникальный... Но чему тут кровоточить-то, вы мне скажите? Кровоточить тут реально нечего. Ну давайте попробуем. Да, это нифига на него не повлияло. Вот вообще. Огненная стена. Нет, Клоретты. Зашибись. Осталась одна Сашка. И как вы хотите, чтобы она у нас сражалась сейчас? Один на один с этим чудищем, которая к тому же постоянно восстанавливается без дороги. Ох, вот же мразь поганая. Что с тобой делать? Да нифига, это не помогает. Это не сработало. Мы продолим. Ай, будем повторять? Конечно будем. Что ж нам сдаваться, что ли, теперь? Ну я не знаю, что нам делать. Мы бессильны против этой махины. Просто бессильны. Несмотря на то, что мы там уровень себе прокачали. И такое, я не знаю. Так, Салли, давай. Вот мне кажется, командный дух не повредит. У него же смертельный удар еще есть. Лечебный круг. Надо как-то лишить эту скотину возможности восполнять себе здоровье. Дождь пуль. Мы тоже так умеем. Подумаешь. Дождь пуль там какой-то. Не, все эти когти. Это все бесполезно. Поживим, Салли, Вана. Салли, ты нам нужен. Слушай. А теперь давай, значит, возьмем эликсир. Тебе, тебе, конечно. Тебе, тебе нужнее. Вот, чтобы ты мог бороться. Так, Сашкина очередь сейчас должна быть, по идее. Умение. Ты что, в глаз, ядовитый когать, подсветка цели. Давай подсветку цели. Клара даже еще как-то слабость может вызывать. Я просто редко пользуюсь этим умением. Надо заглянуть. О, а что такое Эми? Разрушительная техническая атака всех противников. Блин, так надо было с самого начала ее пробовать. В смысле? Он атаковал раньше, что ли? Блин, Салли, Салли. Во, смотрите. Нифига себе. Вот это было мощно. Вот нам с самого начала и надо было применить эту ступу. Почему я сразу про это не подумала? Так, Салли. Салли, Ванна, давайте мы его от отравления, что ли, вылечим. Хотя бы. Как-то он действительно сражается, но не так, чтобы очень. Так, а теперь Эми ты не сможешь использовать, да? Ну, я как-то не знаю. Давай напалм. Мразь, опять ядовитые иглы выпускает. Сашка. Циклон. Ну, сейчас вроде дела у нас идут получше, чем в прошлый раз. Кто теперь? Теперь Салли, Ванна, так вот. Шоковая волна. Насмешка. Эквалайзер. Вот. Давай применять эквалайзер. Клоэта. Она опять Эми не может использовать? Ну, давай ядовитые иглы тогда. Есть! Одну убили. Одну сволочь убили. Так. А-а-а. Вот мы, получается, реально можем сражаться только с Копкиной с рукой, да? Это странно. Почему так? Ну, так и есть. А-а-а. Дешевые трюки. Почему-то один с Аливан все время у нас попадается на это самое отравление. Еще раз эквалайзер. Давай. Вот так. А-а-а. Так, очередь в Клоретте, очередь в Клоретте. Дождь пуль. Так, мы Коготь почти добили. Смотрите. Есть. Осталось только тело. Осталось только тело. Понятно. Снайперский выстрел. Хм. Будем бить его его же оружием. Мне кажется, Салливана нам сейчас вынесут. Ну, по идее... Мы уже добиваем, ребят. Давай циклон. Сейчас мы ее уничтожим. Эту здоровую дуру. Салливан. Для Салливана случился гейм-овер. Клоретта, Клоретта, Клоретта. Что ты можешь вызвать слабость? А-а-а. Что же делать? Что же делать? Что же делать? Что же делать? Давай удушение. Пофиг. Сейчас будем пробовать уже просто все. Черт возьми, мы в опасности. Надо лекарства попринимать. Может, правда? Давай-ка мы тебе лекарства дадим. Эликсира нет. Черт. Ну ладно, тогда простое лекарство выпей. Как же долго продолжается бой. Мне кажется, мы Сашку можем потерять. Надо было дать ей тоже лекарства. Так. Не-не-не-не. Давай удар так шелику. Черт. Сашка. Нет. Нет-нет-нет. Нет. Мне кажется, я без тебя сейчас ничего просто-напросто не смогу. Хлоретта осталась одна, понимаете? Он применил Эми! Эта падла в самом конце применила Эми. Вот сволочь! Я уже выигрывала этот бой. Какого черта? Ох, ребят, как не грустно это признавать, но у нас первый гейм-овер. За все, мать их, 12 серий. Первый гейм-овер. Ну, в общем-то, это я сдалась сейчас, потому что, собственно, уже очень много времени прошло. Серия получится очень большая, поэтому на этом мы остановимся. А эту штуку противную мы все-таки попробуем с вами завалить уже в следующей серии. Понятное дело, что я не стану отступать и буду пробовать снова и снова. Ну, а сейчас мы пока что закончим, и мне надо отдохнуть. Несколько серий подряд сегодня записала. Уже и горло такое себе и вообще устало. Надо отдохнуть от игры немножечко. Спасибо вам большое, что смотрели. Всем всего доброго и пока, ребят. Увидимся с вами в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok